Шмах Израэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхат, Барушенке, Вод, Малхуто, Леолам, Вае. Я уже много раз обещал, что я закончу. Закончу все-таки мой цикл проповедей, который называется «Что интересного в именах?». Как вы думаете, в ваших именах что-то интересное есть? Вы сказали бы еще «Рэба», вы знаете мое имя? Если бы вы мои фамилии еще знали, вот там-то интересно, настоящие корни зарыты. Но знаете, все-таки в именах она очень важна. Имена, которые мы даем нашим детям, нашим внукам, которые нам дали наши родители. Каждый родитель имеет особенное понятие, почему он называет своего сына или дочь тем или другим именем. Потому что там есть надежда, там есть такое упование, что жизнь человека будет в этом имени очень уникальным и своеобразным. И много раз, как я уже говорю, пытался закончить эту серию проповедей. И каждый раз я находил причину продолжить. Каждый раз я находил причину, но уже, наверное, в прошлую субботу я уже как бы пообещал. Знаете, если пообещал, значит нужно исполнить. Ведь все-таки в Писании мы находим 85 имен одного Бога. 85 имен одного Бога. В некоторых ситуациях в Писании Бог, имея предназначение для, вот, показать свой характер, свою любовь к человеку, Он выявляет эти имена для того, чтобы мы познавали Его. И еврейское имя, непроизносимое имя Бога, которое мы говорим, Иегова или Юдвей, Ваввей, это непроизносимое, это просто буквы, которые они не произносят. Это имя, которое записано почти, упоминается около 7500 раз в Писании. И мы понимаем, что любую ситуацию, в которой человек попадает, Бог хочет явить свое имя для того, чтобы переживать ту или иную ситуацию с Богом, где обстоятельства изменяются на благо человека. Иногда мы видим, что Бог дает свое имя, открывает свое имя персонально, а иногда люди, пережившие ту или иную ситуацию, зная, что Бог был вовлечен в это, и делает Бога тем, как они называют Его. Бог в тех или иных обстоятельствах выходит человеку навстречу на Его благо. Потому что Бог любит человека. Бог любит человека, ибо так возлюбил Бог мир, то есть грешный мир, что Он отдал Своего Сына. Всякий раз, когда Бог вмешивается в жизнь человека, Он делает это с любовью для того, чтобы сделать человеку доброе, даже тогда, когда Он наказывает. Вернее, Бог не наказывает, человек сам наказывается за свои преступления. Но все же, чем больше мы рассматриваем для себя имен Бога Израиля, тем больше мы утверждаемся в могущественном Его силе. В могущественном Его силе. Для прохождения житейских обстоятельств. Обстоятельств так, что мы бы знали, что пройдя этот путь на земле, мы знаем, что Бог есть. Для того, чтобы нам попасть на небо, мы должны понимать, что Бог, Он любит нас. Но для того, чтобы попасть на небо, нам не обязательно знать все 85 имен Бога. Нам нужно знать одно имя. Имя, которое превыше всех имен. Имя, которое дает надежду. Имя, которое чувствуется как часть жизни человека здесь на земле. Ту часть, которую Бог взял от себя и дал человеку. Все же, исследовая Писание, нам помогает понять, насколько Бог нас любит. И исследование Писания утверждает нас в вере, как написано, ведь в ней открывается путь в вере, которым Бог делает людей праведны в своих глазах. И от начала и до конца этой, возможно, через веру, как говорит Писание, еврейское Писание, а праведник будет жить верою. Вера тогда, когда ты приходишь к Богу, зная, что Он есть. А если Он есть, то Он воздает. И вот это понимание нам нужно утверждать внутри себя. Вера указывает нам на источник силы для прохождения житейских испытаний. Потому что без веры угодить Богу невозможно. И если мы знаем, что Он с нами рядом, Он будет нас проталкивать по жизни в веры, которую мы имеем в нем. Где, как не у Бога, этот источник? Где еще брать этот источник, той веры для прохождения житейских ситуаций? Только в нем. И в этом мире, и в грядущем. У нас должна быть надежда в Боге и вера в Бога, чтобы пройти этот путь, и чтобы здесь получить вознаграждение и наследовать то, что Бог обещает через Своего Мессию. В начале пути мы познаем Бога, как Бога Творца, Элохим. Он сотворил тебя и меня, и всю вселенную. И знаете, Он любит все, что Он творит. Иначе бы Он не творил. Ему нравилось все то, что Он сотворил. А особенно, Ему понравилось то, что Он сотворил человека по образу и подобию своему. Как Писание говорит, и сотворил Бог человека по образу и подобию своему. Мужчину и женщину сотворил. Я хочу сказать, как бы мы ни искали, как человек и люди, в этом космосе еще другую жизнь, мы не найдем таких, как мы. Мы не найдем их. Ни на одной планете, хотя уже говорят, где-то там какие-то есть еще гуманоиды. Не найдут таких, как мы, потому что мы сотворили по образу и подобию Божьему. Мы не похожи друг на друга. И у нас у каждого свой характер. В прошлые разы мы говорили об личности имени Бога, как Бога Иегова, открывавшейся Маше в несгораемом кусте. И это имя, как я уже говорил, оно используется более 7 тысяч раз в Писании. Мы так затронули личность Бога, как Эль Гибор, герой нашего времени. Мы нуждаемся в помощнике, в герое, который защитит нас. И мы здесь не одни, мы не одиноки и не покинуты на произвол судьбы. Как многие люди думают, что мы покинуты на произвол судьбы. Знаете, Писание говорит, и судьба, она от кого? От Господа. Притча 29-26 говорит, многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мы, может быть, ищем чего-то по жизни, но мы не брошены и не оставлены. Иегова Иры, Бог, видящий наши обстоятельства, всегда у нас смотрит, что мы можем сделать, как люди. Имеем ли мы надежду и упование не словами только, но всей своей жизнью и всем нашим сердцем. Поэтому говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью твоей и всей душой. То есть ты должен приложить этому усилия. Этот народ чтит меня устами, но сердце их далеко от меня. Есть люди, которые просто набожные, да, и знают имена, они научены, они как бы так вот знают мудрость человеческую из религиозных обстоятельств, из религиозного изучения. Но Ишу говорит о том, что эти люди иногда знают, но они далеки сердцем. И Бог ищет людей, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Нет причины времени перечислять все имена, которые мы с вами уже прошли. Девять имен мы уже проходили, и я не собираюсь проходить все остальные 85, которые мы можем увидеть в Писании. Но хочу сказать, что мы должны изучать Священное Писание. Для того, чтобы в нужный и сложный момент нашей жизни у нас было Слово от Бога, ведь Писание Бога вдохновенно. Мы должны, друзья, что, я не знаю, как у вас по жизни бывает, да, но я хочу искать в Писании ответы на те вопросы, которые у меня есть. И по-человечески, поверьте, их очень много, но если мы не будем знать то Слово, которое Бог нам дал, ту инструкцию по жизни, которое называется Слово Его, оно не поможет нам вообще по жизни пройти. Но только изучающий это Слово посаженный у этого источника может принести этот добрый плод. Все Писание Бога вдохновенно и полезно для обучения истины, обличения греха, исправления и наставления в праведности или в праведном поведении, потому пусть всякий человек, принадлежащий Богу, будет снабжен всем необходимым для всякого доброго дела. Если вы думаете иметь добрые дела, если вы хотите, чтобы вас узнавали, вам нужно изучать Писание, потому что оно трансформирует нас, наше сердце, наше поведение, наши вообще обстоятельства. Мы должны понять одну простую истину. Друзья, те, кто верят в Ишуа Мессию, те, кто верят в Бога Израиля, те, кто надеется на милость Божьей, должны понять одну простую истину. У Бога есть возможности и власть разобраться со всем тем, что нас тревожит и беспокоит. Поэтому мы изучаем Библию, поэтому мы изучаем Писание. Израиль был и остается Божьим народом, народом завета через обещания нашему отцу Аврааму и Якову. Этот народ стал лакмусной бумагой для всего мира. И если вы хотите знать, что будет вообще с миром, смотрите, что происходит в Израиле. Смотрите, как исполняются священные Писания, которые написаны сотни, даже тысячи лет до нашего рождения. Посмотрите, что будет в будущем через то, что мы видим сейчас. Всякий образ, прообраз, который мы видим в Израиле, он открывается через Писание. И для того, чтобы мы имели план от Всевышнего на будущее. При отступлении от Бога и Его заповеди Бог не только испытывал Израиль, но и наказывал его. Для того, чтобы показать благо Ему. Израиль, как лакмусная бумага, я уже сказал, для всего мира. Мы должны видеть этот прообраз, что и как с ним, с любимым народом Бог поступает, так и для верующих людей уже как бы не из еврейского народа. И верующие в Бога Израиля должны понять, что этот же метод Бог не будет изменять. Он будет применять и ко всем остальным народам. Бог через смирение Израиля оставил пример для последующих поколений, как правильно и праведно жизнь и благочестиво жить. Он показывает всем народам. Даже при изгнании из обетованной земли Бог обещал восстановление. Поверьте мне, многие народы переселяются с одного места в другое. И в этих других местах Бог дает обещания и обетования. Но так как Израиль понимал, что это обетованная земля, это земля обетования, то есть обещание Божие, потому что Бог говорит, это моя земля, это даже не ваша земля, это моя земля, я обручился с ней. И по этой причине обручения я хочу, чтобы вы там жили и расцветали, были успешны. И когда при том, что Он его изгонял из земли, евреев в рассеянии, этим примером каждой нации становится это изгнание. Израиль для израильтян, да, часто говорят. Но посмотря на то, что Бог обещает возвращение и обетование, Он хочет показать народам, что и у каждого народа есть тот удел, который имеет получить каждый человек. Во времена пленения самым ярким пророком восстановления отношений с Богом и Его народом и обещания Нового Завета был пророк Исаия. Все помнят такого, да? Ну вы же не так давно живете, чтобы помнить его. Он давно жил, почти уже 2700, почти 3000 лет назад он жил в пленении. Но смотрите, когда был изгнан Израиль из обетованной земли за свои преступления, когда храм был разрушен, не было где приносить жертвы, не было как исполнить митцву. То, что было предписано, Исаия пророчествует от имени Бога, давая надежду и обетование народу. Итак, сам Господь, посмотрите, какое интересное послание дает Исаия. И сам Господь даст вам знамение, сидево в отшреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануэл. Что значит? С нами Бог. И это, знаете, вот мы понимаем, почему так происходит. Вот представьте себе ситуацию, чуть далее мы будем читать, представьте себе ситуацию о том, что ты в изгнании, тебе нужно приносить жертвы по тем заповедям и законам, которые у тебя есть, а ты не можешь это сделать. И если вы понимали, что первый храм, это то было место святости Божьей, где Господь являлся, да, где Бог открывал свою славу, то при этой ситуации, в изгнании, где принести жертву? Где имя Господне наречется? Что нам делать? Где нам вообще существовать? И когда человек в растерянности взывает к Богу, и тут пророк говорит слова, которые дают надежду будущего, о Машехе, да, о Месси, имя, которое здесь называется, Иммануэл, что с нами будет Бог, не там, не здесь, не в других местах, а с нами будет Бог. И это должна была быть идея, именно Бог находится посреди своего народа. Чудайший Исаий говорит в главе 9-6 стих, нам об именах новой надежды, новое упование, личность отношений с Богом. Он пророчествует о будущем, как в неком мире с Богом. То есть мир, где Бог правит, и где Он находится с человеком. Некая утопия. Утопия иудейского как бы такого надежды, что Бог будет с нами, и ничего больше не нужно будет мне, ни храма, ничего, ничего. Бог будет с нами. Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут его имя. Чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Надежда. Приходит надежда. Бог дает надежду о том, что Эммануил, Бог будет с нами, а дальше он родится, и у него будет владычество на раменах его. Я вам прочитаю, я читал вам это из, будем говорить так, сильно дальнего перевода. Сильно дальний, да? Давайте я зачитаю вам из перевода, еврейский перевод Стерна. Все будет, когда родится ребенок. Богом данный нам сын, который станет поводырем, и назовут его чудесный советник, Бог всемогущий, вечный отец, князь мира. Сила власти его, и мир умножится для царя из семьи Давида, который будет управлять всегда и вечно в справедливости и доброте. Велика любовь Господа всемогущего к людям его, и он все совершит, это великой любовью. Великой любовью Бог все это совершит. Мы видим, что через Исайю Иегова обещает избавление через новое как бы еврейское имя, да? Имя, которое до этого никогда не открывалось. Эммануэл с нами Бог. Что это значит? Что должно, как это должно произойти? Что это должно быть в Израиле? И так, Израиль лишен приношений, практик всевозможных. И, наверное, в этом состоянии они говорят, что же нам делать? Как и многие из нас. Будучи далеки от Бога, в своих грехах, мы даже не знали, как от них избавиться, мы говорим, что нам делать? Это обещание очень важное. Эммануэл с нами Бог. Ответ поразительный сам в себе. Бог дает ответ в имени, в котором приходит новая надежда. что Бог никогда нас не оставит. Вы знаете, это слово сказано Исаии, который был потом казнен уже в рассеянии, не будем говорить, по такому, или же в пленении, было сказано за 750 лет до выполнения этого пророчества. 750 лет. Мы как бы так цифры-то не умеем считать, нам кажется, это так, ну, что там 750 лет? А 10 чуть-чуть больше, чем 200 лет. И что мы о ней знаем? Да? Вам кажется, что это очень недавно, но сколько поколений прошло? Эммануэл с нами Бог посреди нас, посреди нации, посреди народа, и самое главное, важное, что Бог посреди человечества находится. Эммануэл. И как я уже говорил, сложно понять, но Бог говорит о том, что Его Слово, оно исполнится. Даже после 750 лет Его Слово должно было исполниться. И как вы думаете, сколько имен называли ребят такими именами? Мы сегодня слышим, да, имена, которые похожи, Эммануэл, или Эммануэля, и там другие имена, которые давались, но вдруг только для одного ребенка, особенного ребенка, это имя применимо. Как бы хотелось маме сказать, о, у меня будет спаситель для Израиля. Эта надежда была бы чуть ли не у каждой девушки, что через меня Машиек даст то спасение для Израиля. И смотрите, Евангелие от Матфея, Матитьяху, первая глава. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. От Давида до переселения в Вавилон 14 родов. От переселения в Вавилон до Мессии 14 родов. Рождество еще Мессии было таково по обручению матери его. Я хочу, чтобы услышали, вдруг этот младенец после исполнения каких-то особых поколений является в этот мир, неся на себе ответственность. Не просто те мальчики или девочки, которые с именами, которые похожи на Эммануэр. Но следующее. Мария, обручение Марии его с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять мирием жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына, и ты наличешь ему имя Иешуа, ибо он спасет людей своих от грехов их. Вы скажете, секунду, о чем мы начинаем говорить? Мы же начали с Амэнуил, с Эммануила, с нами Бог, а при чем здесь вот это имя Иешуа? Ну, смотрите, что происходит дальше. Все сие произошло, да сбудется реченое Господь через порог, который говорит, все девы в чреве примет родит сына, нарекут ему имя Эммануил, значит, с нами Бог. простой быватель христианства скажет, подождите минутку, Ребе, что вы начитаете? На минутку вы же, наверное, попутали берега. Эммануил и Иешуа, два разных имени, что вы говорите? Я, во-первых, скажу одну простую вещь. Если Ангел Господь что-то сказал, то что мне на это отвечать? Во-первых, не я сказал, он принес эту весть. Во-вторых, имя Иешуа значит спаситель. И тут нужно заметить, что выражение вестника, он спасет людей от грехов их, уже имеет это имя Иешуа. Он спасет, то есть Он Иешуа народ свой. Он спасет народ свой. В-третьих, имя Иешуа значит спасение, но функционально исполняется слово Исаии. Бог с нами. Функционально. То есть функция становится этого младенца пребывать с людьми полной благодати. И между прочим, я скажу так, что любимый ученик Иешуа Иоханан пишет в своем послании, в начале было слово, слово было с Богом и слово было Богом. Он был с Богом в начале, все существующее произошло через него и без него не существовало ничего из сотворенного. В нем была жизнь и эта жизнь была светом для человечества. свет светит во тьме и тьма не поглотила его. Был человек посланный Богом по имени Иоханан. Он пришел, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы через него всякий человек мог довериться Богу и быть верным ему. Сам он не был этим светом, нет, он пришел свидетельствовать о свете. Это был истинный свет, освещающий всякого приходящего в мир. Он был в мире, мир произошел через него и все же мир не знал его. Он пришел к своему народу, извините, он пришел к своему родному народу и все же его собственный народ не принял его. Но всем, кто принял его, всем, кто поверил ему и его власти, он наделил правом стать детьми Бога. Не по кровному родству, не с результате физического влечения или намерения человека, но по желанию Бога слово стало человеком и жило с нами и мы видели его шахина, то есть славу единственного сына у отца полного благодати и истины. И слово стало плотью. Исполнение. Мы говорим имя, которое было дано как надежда Эммануил и родился этот сын и ему нарекли имя Иешуа, то есть спасение. Имя Иешуа еще означает не просто спасение, Егова избавляет. Егова избавляет. И это послание было конкретно Израилю и всему человечеству. Имя данного младенца в Назарете стало поводом для преследования, для гибели многих детей. Это имя не только внушало страх Ироду, но и страх священников, которые не ждали его в то время. Не ждали, потому что когда спросили, где родился царь иудейский, кипиш поднялся. Они начали искать, где должно родиться мессии. Они понимали, они не ждали. Я вам скажу такую вещь. И сегодня люди не ждут его возвращения. А может быть, это произойдет завтра, а возможно через неделю, а может быть и сейчас, люди не ожидают, что Машиах вернется. А он это сделает. И прием к дать ночью, тогда его никто не будет ждать. Возможно, нам нужно думать об этом. Эммануил, что интересно в этом имени? С нами Бог. Рав Шаул или Шлахим Саввах, апостол Павел описывает свое понимание о мессии, об имени мессии, который вне земли Израиля. Так же и с нами, будучи детьми, мы были рабами духов стихии вселенной. А в назначенный срок Бог послал своего сына, он родился от женщины, родился в той культуре, где нормой было законическое искажение пятикнижних. Чтобы искупить находящихся под подчинением подобных законов законничеству, таким образом, дабы нам возможно стать сынами Бога. Итак, как вы сыновья, Бог послал в наши сердца Дух Сына Своего, Дух, который взывает дорогой Отец. Я просто читаю вам из перевода Стерна. Что это значит? Я сегодня обращаюсь к каждому из вас, к евреям и всем остальным народом. Если вы приписываете себя, что у вас кровь украинская, русская, немецкая, болгарская, все крови сегодня от одной, от Адама, и обращаюсь к народу, как одесситам и гостям нашего города. Представьте, что пишет себе Павел. Просто представьте, что Бог посредством Мешуа, а он Эммануил, Бог с нами, дал нам возможность всем стать его детьми. Он дал возможность получить усыновление, получить имя и стать его сыном или дочерью. Когда вы были не народом, когда-то вы были не народом, но теперь вы Божий народ, вы не были помилованы прежде, но теперь помилованы. Это обращение ко всему евреям и всем остальным. Вы сказали, ну разве что мы не были народом, как евреи. Послушайте, наши дела показывали, что мы не хотели быть его народом. И поэтому он в свое время послал Мессию, чтобы избавить и дать нам возможность стать этим народом. Каждый из нас, абсолютно каждый, с нашими ошибками, с нашими поступками, с нашими характерами, привычками, мы все согрешили, мы отступили. Одним словом, наше злое начало было при нашей жизни. Но вдруг Бог, смотря на нас, говорит, послушай, сын и дочь, хочу дать тебе усыновление и возможность через Эммануил, когда я буду посреди тебя, возле тебя, я буду там. И нас, бывшие, некогда отчужденные и врагами, по расположению и злыми делами, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред собою, неповинными, безвиновными. Послание к Колоссянам. Он хочет сделать это. Этот факт невозможно оспорить, потому что мы видим, что Иешуа, он реален и он то, чем мы можем переживать. Мы видим, что это состояние этого мира, оно привлекает к тому, чтобы больше и больше людей все-таки искали Бога. И единственный ответ для них является Эммануил, с ними Бог, чтобы поступали достойно Бога. Бог хочет, чтобы это сделали, поступали. Чтобы поступали каждый из нас достойно Бога, по всем угождали Ему, принося плод во всяком деле, благом, возрастая в познании Бога, укрепляя всякой силы по могучицу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога Отца, призывавший нас к участию наследия святых во свете, избавивший нас от власти тьмы, ввезшего в царство возлюбленного Сына, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть по образу невидимого Бога, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимо, невидимо, престолы и господствовали, начальство или власть или, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего и во всем им стоит, и Он есть глава тела Мессии, то есть общины, Он начаток первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой всех, умиротворив через Него кровью креста Его земное и небесное. Удивительные слова. В нем, Колоссянам первой главе Павел говорит, в нем Бог усмотрел примирение. И если мы понимаем, что мы говорим сегодня об имени младенца с функциями с нами Бог, то есть Иммануил, а Иешуа означает Иегова Избавитель, тогда это имя Иегова Избавитель с действием здесь посреди нас. Это слово стало плотью для того, чтобы мы или нам была явлена благодать не только для Израиля, но и всем остальным народом, чего люди не представляли. Благодать это не заслуженная милость. Каждый из нас, я скажу так, мы не заслужили, то есть Божье нисхождение к человеку, браха, благословение, которое человек получил независимо от своих дел. Поверьте мне, Иешуа ушел на глаголский крест, зная, куда он ложится, на этот крест, который мучение, и Бог ему дал это пройти. А каждый из нас мы заслужили. Поверьте, мы заслужили этот крест по нашим делам, потому что Писание говорил, увидел Господь, что велико возвращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время. Вы скажете, это все до потопа, до потопное состояние, вот тогда и было наказание для всего потопа, потому что до всякого месте помышления было во зло. Вы знаете, вы правы, но Иешуа говорит слова, которые меня так же потрясли. Он написывает это в Евангелии от Матфея, «О дне же том и часе никто не знает, ни ангела небес, но только Отец мой не один. Но как было во дни Ноя, так и будет во пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в Ховчег». Помышления какие, во зло, женились, выходили замуж, кушали, все хотели для себя, то есть я, мне и много, пока не вошел Ной в Ховчег. И не думали, пока не пошел потоп и не истребил всех их. Так будет пришествие Сына Человеческого. Поэтому человек сегодня на самом деле помышление имеет чувство личности, не ищет добра другому человеку. Ишу опрел этот мир, по обетованию Элохим Иегова Элия Ильона, по пророчеству Исаия, как Эммануил спас нас с вами от Голговского креста. Почему? Потому что он сам лег. Этот крест, который крест позора. И взял грехи всего мира на себя. И тот Исаия, который пророчествовал о его рождении, писал и об его смерти. Ведь Бог, он же Бог живых, правда? А не мертвых. И он воскресил нас, Вишу о Мессии. Если мы приняли его, тогда мы должны понимать, что Бог хочет иметь для каждого из нас выход из наших ситуаций. Мессия должно становиться синонимом, что Бог со мною. И я хожу в этой жизни, понимая, что на всяком месте Всевышний со мной. И перед этим именем склонится всякое гордое колено земных или преисподних. А что не гордые не преклонят? Те, кто знает его, любят его, они уже преклоняют. И не надо им об этом говорить. Те, кто знают его, любят его, кто приняли его личным спасителем, они уже поклоняются Всевышнему. Но перед именем его преклонится всякое колено. Поэтому Бог превознес его имя, дал ему имя превыше всех остальных имен, чтобы в знак уважения к имени данному Ишуа преклонили всякое колено небесных, земных и под землей. Всякий язык признал, что имя Ишуа есть Господь во славу Отца. Это остается. Письмо Филиппийца послание. Мы сегодня стоим перед выбором. Каждый из нас, кому здесь сдаться как врагу, который хочет уничтожить нас и держать нас далеко от имени Бога, который есть наша надежда, или же сдаться Ишуа именем, которое является Эммануэл, с нами Бог. Эти слова уже знакомы каждому, кто знает Писание. Слова, которые писал Исайя. Кто поверит услышанному от нас? Кто? Конечно, когда мы говорим о Бешуа, люди смеются. И родство проповеди, даже иудеи, о том, что Ишуа является Машехом, является каким-то глупым состоянием. Я помню, когда я был в синагоге, у меня там-тамошный рэбэль, это председатель общины спрашивает меня, ну ты не веришь, все-таки, что он родился, ну как бы так, от, так сказать, без помощи мужчины, то есть девственницы, от девственницы родился. я думаю, как ему ответить? Я говорю, а ты веришь вообще, что Бог без ничего одним словом создал вообще весь мир? Он говорит, конечно! Я говорю, ты понимаешь, что ты сейчас сказал? Бог сказал, и Он сотворил весь мир. Что ему стоило сказать и девственница родить сына? Он задумывался, он говорит, наверное, не настолько глупый. Я говорю, я наверное настолько глупый, что верю тому, что Бог сказал. Я хочу, чтобы вы понимали то, что Исаия говорит, он говорит о страдании Мессии и с нами Бог сегодня. Я не буду зачитывать всю эту главу, потому что она большая. Хочу, чтобы вы сами ее почитали. Но хотел бы, чтобы сегодня мы помолились для тех, кто никогда не принимал Ишуа личным спасителем. Возможно, вы никогда не задумывались о том, что Ишуа, имя, которое означает спасение или Игова избавитель, связано с именем Эммануэл, с нами Бог. Я хочу сказать, чтобы вы понимали насколько это сильно. Ишуа сам говорит, я никогда не оставлю вас и не покину. И если мать оставит своего сына или дитя свое, то я никогда вас не оставлю. Имя превыше всех имен. Почему? Если мы говорили об именах Иегова, когда мы говорили Эль Шадай, когда мы говорили Эль Гибор, эти имена, мы говорили о Боге, который на небе, нисхождение к людям. Но сегодня мы говорим о Боге, который не зашел к людям и был с нами. Он есть с нами, потому что Ишуа говорит, возьмется от меня и дастся вам. Дух истины, Дух Святой, который направит вас на всякую истину. И не ошибайтесь, что мы без присмотра. Не забывайте, что Отче Господа над нами. И Он решил в своем обетовании, что Он примет плоть, будет посреди нас, возьмет наши с вами грехи, понесет на себе, чтобы нам не нести поругания. По этой причине как поверить этому? Знаете, сложно верить, когда ты не испытал ничего. Мое предложение для тех, кто никогда не знал Бога, испытайте Его. Убедитесь, что Он есть. А если Он есть, следуйте за Ним. И даже когда вы не почувствуете ответа никакого, послушайте то, что Писание говорит. Он будет с вами. Он будет рядом. И я хочу больше сказать. Невозможно понять Его, пока ты не поймешь личность твоего ближнего, соседа, жены, мужа, отношения с Ним. Потому что нас с вами сотворил Бог. Эти качества, которые мы имеем, мы должны выявлять друг другу. А если мы понимаем, тогда мы любим, тогда мы понимаем, что с ними тоже Бог. Молиться друг за друга. Получить чудо можно только тогда, когда ты любишь ближнего своего. Любить людей сложно, очень сложно. Не только за их язык, за их поведение, а потому что чаще всего мы не видим Христа, Мессию в них. А надо Он с нами, Он рядом, Эммануил. Давайте мы сейчас ставим наши ноги. Я буду зачитывать это место в Писании Исаиум. Ибо Он зашел перед Ним как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет Нем вида, невеличия. Мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, а мы отвращали от Него лицо свое. Он был беззираем, и мы ни во что не ставили Его. Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем, чужим Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Слово «все» значит «все», на обращение к Израилю, «совратились каждый на свою дорогу, а и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно, не открыл уз своих, как овца, веден был на заклание, как агнец пристригущем его безгласен, так он не отверз уз своих. От уз и суда он взят, народ его, кто изъяснит, что он, ибо он отторгнут был от земли живых. За преступления народа моего потерпел казнь. Вот там он понес грехи сего народа, исполнение слова Эммануил и имя Иешуа. Он заберет грехи, поступки, преступления народа своего. Иешуа, спасибо тебе, как сделать так, чтобы он стал твоим мессией. Наверное, словами не объяснить, но я могу дать совет. Сам Бог говорит, воззови ко мне, и я отвечу. Покажу тебе удивительно и недоступно. Воззови ко мне, призови имя Иешуа, имя Эммануил, и он станет твоим личным спасителем. Будет радов с тобой, когда будешь проходить эти трудности, потому что он уже понес взял на себя. И он рядом с тобой и никогда тебя не покинет. И если ты призовешь его, он даст тебе мир, успокоение, надежду, обещание. Он станет твоим самым близким другом. и все, что нужно сделать, сказать ему, я нуждаюсь тебе. Стань моим спасителем Господа, моим Машехом, моим спасителем, моим избавителем. Я возлагаю на тебя свою молитву и прошение и прошу, будь моим избавителем, Ишуа, будь моим спасителем. Господь, будь рядом со мной, когда я прохожу эту проблему, ситуацию, обстоятельства. Мне нужна твоя помощь. И это произойдет. Войди в мою жизнь и измени ее. Во имя Ишуа из Назаряны. Ишуа спасибо тебе. Ишуа